здравствуйте дорогие друзья сегодня я буду делать патик по моей картине которая делала несколько лет назад заказали еще натянула я шелк на подрамник на кнопки вот на такие кнопки приготовила я палитру вот такую потому что обычные палитры не отмываются вот я просто выбрасываю трубочка металлическая это трубочка сока для резерва это спринцовка номер один это резерв которая сама готовлю это бензин калоша в котором хранится моя трубочка универсальное средство кисточки разнообразные краски вот батик всякие разные так вот еще у меня тут такая штука это для прочистки трубочки вот пожалуй все с материалами и так прежде всего я должна ограничить пространство моей росписи чтобы она не вытекла за пределы до конца тряпочки начинаю я пузырьков то есть самого белого в принципе как и в акварели вообще батик очень похож на акварель но в акварели все-таки как-то можно это исправить то в батике это навряд ли и замазать не получится и стереть не получится только как-то видоизменить я рисую большие пузырьки с бликами и маленькие просто без бликов температура на улице плюс 2 дома наверное 15 в результате приходится подогревать резерв он выпадает в осадок парафин который входит в состав остывает пользуюсь одноразовой палитрой даже краска ведет себя по-разному в разные температурные режимы вот когда так холодно краска даже особо не растекается также как и резерв тоже не хотят птич пробую работать с синтетическими кисточками но это конечно все не то кисточки очень хорошие но не для батика и не для акварели я начинаю с со светлого опять же со светлого желтого активно пользуюсь пальцем потому что не может кисточка сделать такой плавный переход как палец самое самый совершенный инструмент это палец руки вот хочется объять побольше я бы все закрыла желтым но все равно краска течет хотя не очень но все таки течет вот я сушу каждый слой я сушу чтобы он не убежал далеко теперь я ограничиваю уже по желтому и так слой за то есть белое сначала светлая опять ограничиваю опять покрываю и так далее такой принцип наложения поэтому в моих работах белого белый резерв не виден ну эта работа более-менее декоративная поэтому если где-то там будет ну это лишь только потому что во первых она декоративная во вторых но по-другому никак иначе вытечет краска вот там будет позади этой рыбки будет белый фон поэтому я смело эту рыбку ограничиваю по белому фону работаю я на шелке крепко шиба корейском он в меру толстый в меру тонкий если очень толстый шелк делать то очень трудно его про промочить резервом и туда уйдет тонна краски вот каждый раз когда я покрываю резервом этот резерв я высушиваю он сушится 20 минут но иной раз он даже и не проникает сквозь ткань поэтому когда я нагреваю феном он насквозь проходит ткань видео и не пропускает потом краску ну заметьте в баночке я кисточками не захожу потому что иначе краска испортится какие-то там микробы попадают и все поэтому я копаю работая яркая ну вот я по работаю делала синтетикой кисточкой и по работаю все таки я делала колонок очень чувствительный и не оставляет грубых переходов хотя колонок очень быстро и стирается об шелк вот я ограничиваю опять то есть покрыла одним цветом прежде чем перейти на более темный я ограничиваю резервом но с резервом я конечно намучилась в этот раз за холода а когда на улице 37 градусов тепла то этот состав резерва просто течет он вытекает как вода поэтому на каждую температурную не знаю там но 7 10 градусов если разница на каждую температурную систему надо свой резерв создавать у меня так и было в одной баночкой у меня написано плюс 25 плюс 30 другой там 10 и так далее вот кое-где делаю как в акварели по мокрому там где надо показать что вот эти хвостики тончайшие в конце вот когда этот фрагмент высох я теперь по нему провожу резервом подсушила феном теперь покрываю вот вот даже я вот купила вроде бы хорошую синтетическую универсальное средство кисточку огромную чтобы мочить чтобы не тратить колонок но все равно даже с этим синтетика не справляется все равно она она плохо мочит вот это удивительно без пальца никак то есть я пытаюсь изобразить волны на водорослях вот как тут не скажешь о светотенях то есть обо мне везде свет и тень вот как колышется эти водоросли ну так как рядом расположены яркие рыбы я сделала оранжевые пузырьки как бы в них отражается оранжевость рыбок водоросли хочется все объять но краска утекает по шелку поэтому но приходится все-таки фрагментами это делать хотя я говорю от мороз но так холодно никогда не было мы замерзаем и вот я впервые вижу как краска нехотя расползается из краска замерзла что говорить о людях люди вообще замерзают вот здесь у меня будут не оранжевые то есть отражается все в этих пузырьках пузырьки на белом фоне темные и наоборот вот я подсушила теперь ограничиваю рефлексики опять же мочу моей синтетической тридцатый номер кисточкой нет она плохо справляет зато колонок сберегу это для гуаши пойдет эта кисточка огромная синтетическая вот отделяю один слой водорослей от другого слоя то есть многоплановость показываю вот так тонально я разделяю слой за слоем чтобы ничего не совпадало пузырьки становятся видны и объем слегка придаю все карандашом я не рисую я оставляю это на потом потому что батик не предусматривает что будет виден карандаш это как бы дурной тон в принципе как и в акварели в акварели не должна видеть не должен видеться карандаш поэтому здесь вот так вот я работаю сразу же поэтому надо уметь делать наброски и не бояться линию то есть я спонтанно это делаю подсушив феном я опять смачиваю водой буду носить цвет так как у меня дубль 2 работа то есть по моей же работе я делаю другую работу такой же то я как бы уже знаю где что будет а если бы это было впервые я бы сначала сделала эскиз карандашный определив для себя где будет темно где будет светло хотя можно конечно пуститься в импровизацию посушила опять наношу то есть это ну как бы на любителя мероприятия очень трудно вот для меня я все техники делала батик самое сложное но опять же если это просто контурный батик то это самое простое но то что делаю я живописный батик он самый сложный самый муторный люди этого не понимают они считают что вот масло это круто это сложно нет вы батик не делали это послойно это ошибки исключены это возня с этим с резервом краска засыхает моментально на палитре ее уже не взять тут только проблем на любителя вот если ты маслом нарисовал вот и художник а если ты батик сделал ну какой что художник хотя говорю это ну ну самое сложное я как всегда для начинающих предлагаю сделать допустим одну рыбку не надо всю такую композицию делать это я просто как бы рисовала и показывала но вообще можно просто вот маленький фрагмент можно сделать пузыри начать с этого ну с фоном конечно не просто пузырь а с фоном воздушный пузырь делаю сначала объем а потом уже к этому объему я делаю фактуры то есть чешую так я убираю излишки потому что если я убираю это туалетная бумага то она слишком много впитывает когда я рукой сгребаю воду вот самое то объем вот пробую я пробую вот опять взяла синтетику маленькую синтетику ну нет нет она она не такая нежную как колонок и в то же время вот белка тоже не пойдет потому что белка слишком мягкая и она не держит форму то есть вот самая сбалансированная это колонок но у меня есть колонок микс ну она ну более-менее но идеально это колонок хороший колонок послушный тут мне все хочется и плавник и туловище и глаз и еще плавник все хочется сделать утекает эту картину я делала 4 дня ну конечно совмещая это с преподавательской деятельностью ну я о том что все таки это очень очень хлопотное дело ну вот фактуру я делаю вот резерв должен быть определенной толщины если сделать толстый это будет грубо если тонко сделать через него перепрыгнет краска и в общем такая маята с этим резервом то есть если вы купите резерв и у вас допустим будет как у меня холодно как в холодильнике то вам придется разбавлять растворителем растворителем я пользуюсь бензин калошей если у вас будет 25 30 или 37 как у нас этим летом было вам надо будет купить резиновый клей и парафин и добавить в этот состав то есть в магазине продается усредненный на среднюю температуру ну там на 22 градуса и все это я говорю про свою трубочку у меня трубочка минимальная 0 1 миллиметр или меньше в общем минимальная я уже забыла тоненько тоненько потому что я люблю тонко вот посушила феном теперь я покрываю колонком миксом и буду делать фактуру вот убрала лишнее и вот в каждую чешую я буду заносить цвет и тоже с растяжкой кто скажет что это не муторная работа это не слабо не не для слабо нервных поэтому я сейчас больше маслом работаю маслом и акварели это намного проще я делаю я делаю только картины иногда я делаю одежду но это крайне редко еще я делаю шторы но это тоже еще та история все объемчики вот сейчас я буду поэтапно просто показывать потому что если я буду все показывать это будет очень длинное видео я периодически делала и изображала отображала на фотоаппарате постепенно постепенно тут еще решила показать маленький фрагментик вот это вот третье или четвертое уже покрытие хвоста и всего остального я убираю вот я одета в 33 шубы несколько свитеров то есть я продолжаю делать объем прекрасный резерв я сварила замечательный он справляется он держит хорошо он не пропускает это я себя хвалю но это редкость вот замечательно он прямо совсем не пропускает вот кто не боится трудностей добро пожаловать в мир батика вот на белом фоне я делаю цвет интенсивный чтобы видно было между тем там все уже растекается и надо сушить то есть надо смотреть следить лучше бы уже сушить надо ну ладно еще кост поделаем это конечно творчество это не срисовывание это на тему золотой рыбки вот черная рыбка появилась это по фэн-шую вот такая у меня получилась картина ставьте лайки подписывайтесь трудитесь всего хорошего до свидания и